Здравствуйте, с вами Нехта Лайф, меня зовут Станислав, предлагаю вам рассмотреть самое важное событие прошедшей недели. Опубликован план России в случае наступления Третьей мировой войны. Дональд Трамп обещал надавить на Киев в случае его победы на выборов, если не сядет в тюрьму. Ну и как мировая общественность отреагировала на смерть Навального? Ну и сдержит Байден свое обещание. В общем, давайте взглянем шире и посмотрим, что в мире происходит в нашем новом экспериментальном формате Далегляд. Сегодня с 16.02.2024 года в исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный АА после прогулки почувствовал себя плохо, после сразу потерял сознание. РИА Новости пишут, что врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Как на это отреагировали в Кремле? Путин в это время находился в Челябинском кузнечно-прессовом заводе. А Песков? Со всеми действующими правилами, всем занимается, всеми проверками, выяснением и так далее. Ну, Песков как обычно. На эти события отреагировали крупнейшие мировые СМИ. Журналист Sky News даже прервал эфир, чтобы сообщить о смерти. Срочные новости приходят на ленты новостей. Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии. Агентство пишет, что он был годами в колонии и сейчас умер. Посмотрим, будет ли какая-либо реакция от мировой общественности. Просто в 2021 году Байден заявил, что РФ понесет катастрофические последствия, если Навальный умрет в тюрьме. Об этом писало издание CNN. Отреагировали президент Грузии, Латвии, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, председатель ЕС и многие другие. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию. Смерть Алексея – трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Алексей, мы никогда тебя не забудем и мы никогда их не простим. Чудовищно, что мужественный и бесстрашный голос, вставший на защиту своей страны, заставили замолчать ужасными методами. Что бы вы ни думали об Алексее Навальном, как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Заявление медиков, информация об медикам, нет информации от судных экспертов, нет информации окончательно от ВСИН. То есть нет никакой информации о причина своей жизни. И идут такие заявления. Но очевидно, что они абсолютно оголтевые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Завинов. Погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других, которых также запытали. А все из-за одного этого существа. Путину все равно кто умрет, лишь бы он сохранил свои позиции. Путин ответственен за убийство Навального. История наблюдает за нами, за палатой представителей. Если мы не поддерживаем Украину, история нас осудит. Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет. Путин и весь мир должен знать, если он нападет на члена НАТО, мы будем защищать каждый дюйм земли Альянса. Ну что, Пригожина убили, Навального убили, не удивлюсь, если у Гиркина резко ухудшится здоровье. Зе Телеграф опубликовал возможный сценарий Третьей мировой войны, который будет состоять из нескольких фаз. Весна 2024 года. Очередная мобилизация в РФ, в ходе которой будет призвано 200 тысяч солдат, которые кинут в новое наступление. Лето 2024 года. Кибератака на страны Балтии. Главная цель – протесты русскоязычных. Осень 2024 учения в Калининграде – предлог беспорядки в странах Балтии. Зима 2024-2025 РФ провоцирует конфликт в районе Сувалковского коридора на границе Польши и стран Балтии. Поскольку Россия противостоит силам НАТО, Путин будет решать, начинать ли наступление на эту территорию. Это не первый возможный сценарий войны РФ и НАТО. В начале этого года издание Бильд уже опубликовал выдержки из секретного документа, где рассматривался похожий сценарий и конфликт в районе Сувалковского коридора. Однако давайте вернемся к журналистам «Телеграфа». Они подсчитали, что экономика РФ составляет около 10% от размера экономики ЕС. ЕС тратит около 1,3% ВВП на свою армию, а Россия недавно увеличила свои расходы примерно до 6%. Таким образом, военные расходы ЕС будут примерно в два раза больше, чем у России. Поэтому РФ необходимо будет мобилизовать более чем на 40% больше войск, чем ЕС. Объединенные вооруженные силы ЕС насчетуют около 1,4 миллиона военнослужащих. Таким образом, России понадобится около 2 миллионов военнослужащих для войны на истощение. В секторе Газа активизировались военные действия. Палестинцы прибывают в Рафах после того, как они были эвакуированы из больницы Насара в Хан-Юнисе в связи с наземной операцией Израиля. Больница находится совсем недалеко от города Рафах. Пограничный переход Рафах между Югом Газа и Египтом рассматривается тысячами палестинцев, спасающихся от войны Хамаса с Израилем, как драгоценные ворота в остальной мир. А для гуманитарных групп, скопившихся на границе, это единственный путь, позволяющий добраться до отчаявшихся палестинцев. Поскольку это единственная граница, которая не контролируется напрямую Израилем. Основные пункты пропуска через Израиль либо закрыты, либо повреждены Хамасом. Сейчас в этом городе проживает около полутора миллионов жителей. Бениамин Нетаньяху в воскресенье приказал эвакуировать этот район. Египет усилил давление на Хамас. Они хотят достичь соглашения об освобождении израильских пленных, чтобы не столкнуться с разрушительным наземным вторжением в Рафах на юге сектора Газа. А мировые лидеры усиливают давление на Израиль, чтобы тот отказался от своих планов наземного наступления на Рафах. Премьер-министр Австралии, Канады и Новой Зеландии опубликовали в четверг совместные заявления, где заявили, что гражданским просто некуда идти, а также призвали к немедленному гуманитарному прекращению огня. Главным ньюзмейкером США на этой неделе стал Дональд Трамп. Как пишет Блумберг, бывший президент США Дональд Трамп будет подтолкивать Киев к переговорам с Россией в случае своего переизбрания. Один советник Трампа заявил, что подтолкнуть Украину к переговорам может обещание США сократить военную помощь Киеву, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию. Знакомая риторика. Ведь когда-то Трамп налил в уши известному нам уже Такеру Карлсону. Президент должен работать, он должен вытащить нас из-за посредованного конфликта с Россией и в Украине. Это можно сделать, это не так уж трудно. Конечно, он, Байден, не способен этого сделать, поскольку он некомпетентен. Но эта война должна закончиться немедленно. И остановить это довольно просто. Если бы я был президентом, эта война не началась бы. Также Дональд Трамп обещал подумать о том, чтобы сделать Карлсона-младшего вице-президентом в случае его возвращения в Белый дом. Такие масштабные планы у экс-президента США, но есть маленький нюанс. Судья назначил на 25 марта судебный процесс по уголовному делу Трампа. Еще 8 лет назад он не признал себя виновным в фальсификации деловых отчетов с целью организации выплат двум женщинам перед выборами в 2016 году. Обвиняемый Дональд Трамп сфальсифицировал деловые записи Нью-Йорка, чтобы скрыть незаконный заговор с целью подорвать честность президентских выборов. Но в 2024 году окружной прокурор Элвин Брэк сказал, что удовлетворен решением судьи и с нетерпением ждет суда, в ходе которого Трампу предъявлено 34 обвинения в уголовных преступлениях и в случае признания его виновным максимальное наказание в виде 4 лет тюремного заключения. Новости экономики Япония опустилась на четвертую строчку самых величайших экономик мира. Правительственные данные показали, что в 2023 году ее обошла Германия. И Япония, и Германия построили свою экономику за счет сильного малого и среднего бизнеса. С высокой производительностью. В отличие от Японии, Германия продемонстрировала прочную экономическую основу на фоне сильного евро и инфляции. Слабая иена также является минусом для Японии. Те Цудзи О'Кадзаки, профессор Токийского университета, заявил. Например, несколько лет назад Япония могла похвастаться мощным автомобильным сектором, но с появлением электромобилей даже это преимущество пошатнулось. Номинальный ВВП Японии 4,2 трлн долларов, а Германия 4,5 трлн долларов. Не так все гладко и для Великобритании, ведь экономика Великобритании впала в рецессию. Официальные данные показывают, что люди стали меньше тратить, забастовки врачей и падение посещаемости школ привели Великобританию к рецессии в конце прошлого года. В период с октября по декабрь экономика сократилась на более чем ожидалось, на 0,3%. Не менее важные, но краткие новости. Президент Венгрии подала в отставку. Причина общественное возмущение по поводу того, что она помиловала мужчину, осужденного как соучастника за сокрытие дела о педофилии в детдоме. На выборах президента Финляндии побеждает бывший премьер-министр Александр Ступ. Ступ сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы. В интервью Reuters он заявил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится война в Украине. Ну и Греция легализует однополые браки. Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки. Несмотря на противодействие со стороны церкви и некоторых политиков. Новости спорт. Пожалуй, самой важной новостью месяца стало перенесение боя Усика против Тайсона Фьюри. Это произошло в связи с травмой Тайсона. Хотя многие поговаривают, что сделал он это нарочно. Бой перенесли с 17 февраля на 18 мая. Не менее важной новостью стали новости футбола. Киллиан Мбаппе покинет по окончанию этого сезона Парис Сен-Джермен. Ваши догадки, куда перейдет этот футболист? Я ставлю на Реал. Пишите в комментариях. А теперь давайте к итогам. Ну что, как обычно, вышла насыщенная неделя. Пишите ваше мнение по поводу формата в комментариях. А также, что вы думаете по поводу самых важных и громких событий этой недели. Как по мне, убийства Навального, к сожалению, ожидаем. Особенно перед выборами в марте этого года. Ну что, это были самые важные новости недели. С вами был Станислав, нехталайв. В новом экспериментальном формате Дали Гляд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok